Приступаем к тренингу. Назовём тренинг «Шесть точек опоры. Фильтры для подсознания. Фильтры для подсознания. Точки опоры». Вначале нам нужно настроиться в мыслях, чувствах. Выбрали для себя место. Красивый сюжет природы. Выбрали такое красивое место, куда хочется вернуться. И вы в мыслях и в чувствах возвращаетесь в это красивое место. Рассмотрите всё вокруг. Почувствуйте пространство, какая-то местность, равнина, холмистая местность, может быть, берег моря или реки. У вас определённый сюжет, вы его рассмотрели. А теперь представьте, что у вас есть луч внимания. Вы с помощью луча внимания обозначаете линию большого круга, примерно в ста метрах от себя. Одномоментно кинули мысленным взором, обозначили большой круг. С помощью большого круга внимания вы отстраняетесь на время тренировки в отношении всех дел, забот, впечатлений дня. Отстранялись. Дела, заботы, впечатления дня оставляетесь за пределами круга. Воспринимаете как фон. Отстранялись. Для того, чтобы потом вернуться к своим делам и активно, успешно их решать. Точно так же обозначаем линию малого круга вблизи, в 3-4 метрах от себя. Рассмотреть детали, подробности, что находится рядом. Кусты, кроны деревьев, ветки. Каждый листок, как играет глянцем на солнце поверхность листа. Если это трава, капельки росы. Каждую каплю можно рассмотреть. Преломляет солнечные лучи игра света, как крупная изумруба. Еще какие-то детали, подробности. В этом малом пространстве обозначаем линию малого круга. И с помощью малого круга мы отстраняемся на время тренировки в отношении всех шумов посторонних, звуков, помех. Все это остается в форме, за пределами круга. Мы можем научиться входить в состояние ясного покоя при любых условиях. Наше внимание работало как перископ. Большой круг, малый круг. А теперь луч внимания направляем в круг телесных ощущений и интроскоп. Телесные ощущения тоже воспринимаем как форму. Разрешаем своему организму свободно отвечать, реагировать, настраиваться. Чтобы не диктовать, не навязывать, не командовать, мы отстраняемся. Телесные ощущения воспринимаем как форму. Для нас важно сохранить активную позицию своего «я», раскрыть свой творческий потенциал. Поэтому мы даем задание для луча внимания. Один. Мысленно коснуться лучом внимания ладоней. Определить для себя, какая ладонь более теплая в левой руке или в правой. Два. Мысленно коснуться лучом внимания рук. Определить, какая рука тяжелее, левая или правая. Три. Через луч внимания определить, какая подошва ног более теплая в левой ноге или в правой. Четыре. Через луч внимания определить, какая нога тяжелее, левая или правая. Пять. Определить через луч внимания, какая часть лица наиболее теплая. Шесть. Определить через луч внимания, какая часть лица наиболее прохладная. Семь. Найти, какие мышцы сами по себе лучше всего расслабились. Восемь. Найти напряженную группу мышц. Девять. Девять. Коснуться лучом внимания этой напряженной группы мышц. Одного мысленного прикосновения достаточно, чтобы снять напряжение. Выравнивается телесный фон, снятые блоки и зажимы. Мы наполняемся приятными ощущениями. Организм выбрал сам. Ощущения успокоенности, расслабленности, умиротворенности, безбятежности. Эти ощущения становятся более яркими, насыщенными, наполняют нас больше и больше душевно, физически, наполняют, насыщают. Эти приятные ощущения вытесняют негативные чувства, тревоги, страхи, напряжения, усталость. Вся поверхность тела, поры клеточки открыты, тоненькие струи пара, выходят из каждой клеточки, из каждой поры. Поверхность тела, как долина гейзер, вытесняют больше и больше. Приятные ощущения выводят всю систему саморегуляции на более высокий уровень. 10. Вошли в состояние ясного покоя. Сознание светлое, ясное. Тело отдыхает. Саморегуляция работает активно, автономно. Мы устанавливаем точки, опоры, фильтры между сознанием и подсознанием. Представили себе сознание, где ярко светит солнце, и подсознание, где наша творческая лаборатория, воображение. И между ними сообщение. Это фильтры, точки опоры. Мы устанавливаем эти точки, опоры, нам помогая, по возможности, представьте себе, образно, зрительно. Фильтры 1. Умение доверять себе. Мы обращаемся от первого лица, обращаемся к себе, к своей природе, своему «я». Только я несу ответственность за то, что происходит в моей жизни. Все решения, которые я принимаю, поступки, которые я совершаю, являются оптимальными для меня в данный момент, и я имею на них право. У меня достаточно ресурсов, чтобы справиться с любой ситуацией, и извлечь опыт, знания, которые помогут мне получить желание. Принимая решение, я ориентируюсь на свой внутренний голос, внутренний жизненный опыт, поскольку только он способен привести меня к моей цели, независимо от мнения других и прошлого опыта. Мой жизненный опыт обладает неограниченными возможностями, выбирает оптимальный путь, способ достижения желаемого. Доверяя своему внутреннему жизненному опыту, я доверяю жизнь, а значит, я открыто для проявления желаемого, привлечения желаемого. Любые перемены, происходящие в моей жизни, направлены на мое благо и дают мне возможность качественно улучшить мою жизнь. Фильтр 2. Умение доверять жизни. Жизнь справедлива. В жизни нет наказания, только обратная связь. Все, что происходит в моей жизни, и то, что дает мне жизнь, является для меня в данный момент оптимально правильным. И я имею на это право. Жизненные ресурсы безграничны. И я могу получить от жизни все, что я захочу. Жизнь заботится обо мне и о моем благе. Реализует только те желания, которые делают меня счастливой и успешной. Доверяя жизни, я обретаю внутреннее спокойствие. Открываю доступ к безграничным жизненным ресурсам. У меня всегда есть право выбора. Поступать так, как я считаю нужным. Я свободен от обязательств перед другими. Делаю только то, что считаю правильным для себя. Любые перемены, происходящие только ради моего блага и направлены на улучшение моего уровня жизни. Личностное развитие. Фильтр третий. Фильтр третий. Умение позитивно относиться к жизни. Жизнь справедливая. В жизни нет наказания. Есть только обратная связь. Любое действие, которое совершается по отношению ко мне, совершается для моего блага. Любая ситуация имеет решение. У меня достаточно ресурсов, чтобы справиться с любой ситуацией. В каждой ситуации находятся знания, которые позволяют мне быть счастливым. Счастливой и успешной. Достижение моих целей зависит только от меня. Я могу получить от жизни все, что захочу. В моей жизни каждое событие, каждый человек – мои учителя. Они дают мне новые знания и опыт. Фильтр четвертый. Умение верить и быть уверенным в том, что получу желаемое. Жизненные ресурсы безграничны. В жизни есть все то, что необходимо, то, чего я хочу. Реализация, цели, желания полностью зависят только от меня. Я сама создаю условия для реализации своих желаний. Я получаю от жизни только то, чему готова и что могу принять, и то, во сколько оцениваю себя. Мои цели и желания направлены на улучшение качества моей жизни и благотворно влияют на жизнь других людей и поэтому являются ценными и для меня, и для жизни, и для Вселенной. Я осознаю, что мои желания и цели заинтересованы во мне больше, чем я в них. Получая желаемое, реализуя цели, я испытываю удовольствие и радуюсь, а следовательно, имею возможность отблагодарить жизнь Вселенной. Я оценю все, что дает мне жизнь Вселенной. Я доверяю жизнь и знаю, что все произойдет в нужное время и в нужном для меня месте, с максимальной пользой для меня и других. Чем больше я доверяю жизни, тем быстрее я получаю то, чего хочу. Фильтр шестой. Умение переключаться и жить настоящим. Осознаю, что получить наилучший результат можно только максимально погружаясь в то, что я делаю. Каждое действие, которое я совершаю, представляет собой ценность. Я делаю только то, что считаю правильным для себя. И то, что доставляет мне удовольствие, приносит соответствующие дивиденды. Я свободно от насилия над собой и как только чувствую дискомфорт, я прекращаю эти действия. Фиксируя результаты своих действий, я проявляю уважение к себе и к жизни, повышая свою ценность, программируя себя на успех. Сделать все, что я могу сегодня для достижения цели или реализации желания, переключаясь и нахожу способы получить удовольствие. Тем самым даю возможность жизни, вселенной, подготовить для меня наилучший вариант будущего. Только настоящий. Представляю ценность, поэтому все, что я делаю, я делаю с максимальной отдачей, эмоциональным погружением. Для того, чтобы получить то, что я хочу, необходимо получить удовольствие в настоящем, ценить то, что у меня есть и радоваться тому, что дает мне жизнь и вселенную. Фильтр шестой. Умение осознавать собственную успешность. Я успешно по факту своего рождения. Фиксируя результаты своих действий, я осознаю собственную успешность. Каждое действие, которое я совершаю, является подтверждением моей успешности и дает мне необходимые знания и возможность реализовать собственные цели и желания. Успех. Успех является производное приятие себя, других, жизни, уважительного отношения к себе и другим, осознание ценности собственной и окружающей. Я осознаю, что я успешен, поскольку знаю, что реализация желаний и достижение целей зависят только от меня. Ежедневная похвала усиливает мой потенциал научиться хвалить себя. Вы позитивно развиваете еще больше свой потенциал, значимость, ценность и делает меня еще более успешной. Я свободна как от обязательства перед другими, так и от мнения других людей. Я обладаю внутренней свободой делать, говорить, выражать свои чувства так, как я хочу и где считаю необходимым. Мои действия согласуются с моими ценностями и дают мне возможность находиться в гармонии с собой и окружающим миром. Мои цели и желания положительно влияют на мои жизненные приоритеты. Доверяя жизни и своему внутреннему голосу, я выбираю наилучший путь, доверяя своему жизненному опыту. Все это помогает двигаться к реализации собственных желаний, которые доставляют мне радость, положительно влияют на окружающих, что и является подтверждением моей успешности и уникальности. Эти фильтры между сознанием и подсознанием, одновременно они и точки опоры. Имеют точки опоры, это очень важно. Мы устанавливали фильтры и точки опоры. И одновременно наш организм отдыхал, накапливал силы, восстанавливал энергию. А теперь мы можем подготовить себя к выходу в состоянии ясной бодрости. Пять. Включаем фантазию, воображение, подъем душевных физических сил. Организм заряжается энергией, как конденсатом душевно, физически заряжается энергией. Наполняемся жизненной энергией активности. Четыре. Каждый вдох еще больше энергии вливается в нас. Больше и больше. Вся поверхность тела, как губка, впитывает жизненную энергию. Больше и больше. Три. Каждый вдох еще больше жизненной энергии накапливается, собирается, сгущается, уплотняется, концентрируется. Три. Насыщение жизненной энергией. Больше и больше. Душевно, физически. Зарядились энергией. Два. Настолько зарядились энергией, теперь наш организм, как генератор этой энергии, сам вырабатывает энергию. Неистощимый источник энергии в нашем организме. Генератор этой энергии. Один. Потянулись энергично, вдохнули хорошо, сжали кулаки, встряхнули руками, открыли глаза, закончили тренировку. Три. Настолько зарядились энергией. 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 Три. Настолько зарядились энергией.